Клуб Редакторов Клуб Редактор субтитров А.Семкин Из Волгодонска отправился корпус атомного реактора для Белорусской АЭС. Налоговая подготовила инструкцию по проверке доходов и расходов тунеядцев. Парламент принял законопроект о возрастной маркировке информации. С 15 октября запретили ввозить алкоголь через пункты упрощенного пропуска. БЖД снизило цены на билеты в Россию. В Бресте нашли древнее захоронение готов. Возраст находки оценивается в 2000 лет. Журнал «Плейбой» отказался от фотографий полностью обнаженных женщин. Меня настораживает позиция «Плейбоя». В каком смысле? Вы теперь не будете радоваться или в другом месте будете это делать? Хотел стать читателем, а новость меня несколько покоролила. Ну да, ведь на ней переходит другой формат, наверное, в интернет. Ну да ладно, коллеги, я вас еще раз приветствую. Главная тема, безусловно, во всем медийном пространстве, это прошедшая ровно неделю назад выборы президента Республики Беларусь. Обсуждаются, анализируются, всю неделю так и было. Но я бы хотел остановиться на двух аспектах. На втором месте и на оценках наблюдателей. Вот имя и фамилия второго кандидата в президенты против всех. Этот кандидат набрал больше, чем Короткевич, Гайдукевич, Улахович. За что голосовали белорусские избиратели? Вот когда они ставили галочку в квадратике против всех. Какие выводы должна сделать власть и оппозиция? Действительно, спектр предложений был достаточно широкий. Большинство, подавляющее большинство, то, что ожидало, оно получилось, оно к этому шло. Но действительно, в любом обществе есть нонконформисты, которым не нравится что-то. А им не нравится, даже если всем что-то нравится. Поэтому действительно это показывает, что белорусское общество, оно достаточно такой, хотя и стабильное, но достаточно мобильное, динамичное. В нем присутствуют различные тренды, различные ориентации и так далее. Поэтому здесь я бы не видел ничего странного. Это подчеркивает многогранность белорусского общества, различные точки зрения, которые у них присутствуют. Реалистичность, да. Да, реалистичность. Возможно, мы иногда используем только что-то маргинальные, но пусть и будут маргинальные. Я бы здесь поспорил, может быть, маргинальными стали как раз радикалы, те, которые на выборы и не ходили, призывали к бойкоту, к экстремистским действиям. А вот эти 17-20 процентов, я все вместе беру, и Гадукевича, и Улаховича, и Короткевича против всех. Это стабильный протестный такой процент, который показывают на всех выборах. Вот если проанализировать, начиная с 2001 года, и даже еще референдум посмотреть 1996 года, и вот до нынешних выборов стабильно, как бы, против власти голосует примерно такой процент. Ну, он колеблется, но он присутствует в обществе, и власть абсолютно не сжимает. Вадим, вот спасибо, но во многих средствах массовой информации обсуждают этот процент как недостаточно маленький. Он показывает низкий уровень демократии вообще в стране. Нет, вообще, вот, ну, дескать, за президента слишком много голосов отдано. Так бывает только в тоталитарных государствах, в авторитарных, вернее, да. А вот этот такой маленький протестный потенциал общества оценивается чуть ли не как, ну, как-то белорусы еще не выросли до настоящего понимания демократического. Ну, вы знаете, мне кажется, здесь нужно рассматривать логику сильной президентской власти или сильной власти. Действительно, в Беларуси существует сильная власть, и можно рассуждать, там, какие есть альтернативы. Мы видим, что альтернатив нет. Слабая власть или власть, там, фрагментарная привела к тому, чтобы Беларусь могли растащить, скажем, по разные стороны. Поэтому это логика сильной президентской власти. И действительно, сильная президентская власть нуждается действительно вот такой мощной поддержки. И власть эту поддержку получила. И в этом контексте можно рассматривать. Хорошо. Какие выводы должна сделать власть из этой ситуации? Понимаешь, Геннадий, я вот размышлял, у меня... А я прописатирую. Этот голос тоже должен быть услышан. Он манифестирует, что минские избиратели хотят позитивных продуманных перемен, как в хозяйственной, так и в социальной жизни страны. Чего они явно не желают, так это приключение в духе Донбасса. Значительная часть электората, или, попросту говоря, граждан Республики Беларусь, конечно же, не удовлетворены ни ценообразованием, ни пенсиями, ни зарплатами, ни некими социальными гарантиями и так далее, и так далее. Причем это в разных сегментах. Учителя одним недовольны, врачи другим недовольны, почтальоны третьим недовольны и так далее. На самом деле, в соревновательном смысле, большинство, подавляющее большинство, которое выразило поддержку политики, тоже нельзя, конечно, сказать, будем честными, что они абсолютно всем довольны. На самом деле, у нас демократическое общество, где нет какого-то, так сказать, зажима, нажима, завязанная там рты и прочее. Но вот я в этой статье осуждал о двух вещах. Почему столь много людей поддержало президента? Почему была высокоявка? И почему появился вот этот вот, ну, назовем его в кавычках несколько, протестный электорат? Во-первых, когда нормальный, здравый избиратель, который и на работе, и дома, и при каждом удобном случае коллегам высказывают все о неудовольствии, картиной жизни. Но когда пришло время голосовать, когда он должен пустить бюллетень и сделать выбор, конечно, у него как бы проясняется сознание, потому что, ну, было бы большим ребячеством считать, что кто-то действительно способен проголосовать и наделить полномочиям президента. И Таню Короткевич, и Гайдукевича, и Улаховича. Но когда нужно голосовать и подумать, кто может стать президентом, конечно, никакой состязательности на самом деле и не было. Все внутренне были готовы к тому, что проголосую за Александра Григорьевича, что и получилось. Но это как бы объяснение, почему много людей пришло, и почему эти люди голосовали за Александра Григорьевича. Но есть и люди, и их немало, как выяснилось, которые хотят перемен. Полагаю, что наиболее сознательная, мыслящая, интересная часть вот этих вот людей, конечно же, сознательно хочет перемен, но сознательно не хочет перемен в духе Киевского Майдана или грузинских цветных революций, о том, что перемены можно насильно, так сказать, путем... Ну, меня раздражает слово перемен. В каком плане? Вот многие кричат перемен, даже не понимаешь, что под этим стоит. Изменения к лучшему все хотят. Любая весна, любой Новый год встречают как радостное событие, не потому что человек несчастлив, а в Новом году будет счастливым. Он хочет каких-то перемен к лучшему. Каких конкретно, спрашивают человека, больше свободы, куда больше свободы? Геннадий, вот конкретно, каких я хочу перемен? Да, вот... То есть я не отношу себя к этой группе, но я тоже хочу перемен. Полагаю, что здесь собравшиеся хотят. Мне, например, не нравится, что Минск застраивается хаотично. То вдруг небоскребы, то вдруг небоскребов нет. Ну, это ваше мнение, вы можете так думать. А изменения внесены, кстати, это мнение учли. Дай бог. Но я хочу сказать, что перемены далеко не каждый из тех, кто у нас в электоральном поле оказался. Далеко не каждый связывает слово перемены вот с этим вот землетрясением. Кто-то хочет перемен, чтобы там не парковались на клумбах машины. Вот для него это важные перемены, которые говорят о власти. Повышенники хотят повышения планов. Геннадий, это и в самом деле важная перемена. Потому что у нас, опять же, пол Минска строилась, и меньше всего думали о парковках. Таким образом, мы можем оказаться вообще все жители Минска жильцами какого-то гаража. Но человек прекрасно понимает, что если он проголосует против всех протестных, что вот с этого времени парковки будут вдруг появиться. Человек, который требует перемен, он должен понимать, а что он сам для этих перемен делает. Он просто орет, кричит, либо он реально трудится. Павел Азотович, очень хорошее слово есть, манифестируют. Они как бы манифестируют какое-то недовольство. Но интересный политологический здесь эффект. Протестный электорат вот этот, да, он не переходит в оппозиционный. Они ведь не поддержали какого-либо оппозиционного лидера. Они как бы заявили власти, нас что-то не устраивает. И действительно, власть должна к этому мнению прислушаться, изучить, каких перемен хотят люди. Или это связано с застройкой, или с парковками, или с зарплатами, или с ценами, или со всем вместе, и обязательно учесть в своей работе. Обратите внимание, президент Лукашенко после каждых выборов говорит, я и президент тех людей, которые не голосовали за меня. И это очень важно. Дело в том, что эта тема изучается постоянно. Каждую субботу, воскресенье идут звонки на все уровни. От районных исполнительных комитетов до администрации президента. И люди говорят о своих проблемах. Я думаю, они обобщаются потом. Обобщаются. Но власть это не только президент. Что такое перемены? Человек, когда артикулирует свои перемены или манифестирует, он рассуждает на своем уровне, своих житейских проблем, задач и так далее. Когда человек приходит голосовать на президентские выборы, он ведь голосует отчасти не только за свои ежеминутные какие-то цели, задачи, потребности. Он голосует в том числе и за систему. Для меня это решение, избирателей, это момент демонстрации доверия. Что наша государственная система работает так, как она должна работать. Без детализации вот этих проблем, которые у них всегда есть. Ворох проблем и рейтинг проблем есть у каждого человека. Но это доверие государству эти проблемы дальше решать. А вот как их решать? С какими изменениями, реформами? Но об этом было сказано уже на избирательных участках. Что реформы нужны и возможны, насколько люди к ним готовы. И вот эти проценты высокие, которые вызывают удивление или вопросы, или еще что-то, это кредит доверия, в том числе на перемены тех людей, которые, может быть, и не готовы морально к чему-то. Но в принципе, если государство это понимает, осознает, оценивает, мониторит, эти перемены будут так или иначе поддержаны, потому что кредит доверия продлен. И с этим дальше нужно работать. Можно я немножко тоже продолжу? Вот тоже шла дискуссия на каналах, чем, как голосовали белорусы. Одни говорили, сердцем голосовали, другие говорили, нет, разумом голосовали. Мне кажется, белорусы голосовали и сердцем, и разумом. Для некоторых, кто голосовал сердцем, для них все им эмоционально нравится. Но те, кто голосовали разумом, может, им что-то не нравится, к чему-то они критичны, но они понимали, что альтернативы нынешней ситуации, нынешней власти нет. Иначе и все прекрасно видят, что происходит у наших соседей. Я хочу поблагодарить Вадима за такую близкую мне интерпретацию моих же слов. Очень рад, что меня услышали. Но в действительности слово перемены, и опять вернусь, это ведь не просто некая филологическая оформовка, так сказать. Потому что вспомните, как сказал президент на своем избирательном участке, что многие ожидают связи с сложной обстановкой и социальной, и политической, и экономической. Она всегда непростая. Но сейчас, конечно... Кстати, в течение 20 лет, извините, что вклюнулись, постоянно были перемены. Причем перемены к лучшему. Постоянно. То есть требовали перемены, они и шли, и они будут идти. Да, но это отразилось, конечно, в итоге вам, так сказать, сведения о голосовании. Но вместе с тем, президенту одну очень интересную мысль, которую когда-то, кстати, Горбачев говорил, но тогда он вообще был не понят. Он говорил, что да, мы пойдем на перестройку. Мы будем делать перестройку. Но перестройка – это, по сути, капитализм со всеми прелестями капитализма. Свобода появится полная, экономическая и так далее. Но одни получат за годы, это было очевидно, а другие вынуждены будут бедствовать невероятно. Но вряд ли авторы перестройки все в деталях представляли. Они двигались куда-то, но поэтому мы видим результат. Как раз таких перемен не хотят у нас люди. Я просто такая дальняя аналогия. Президент сказал так, что если вы пожелаете, дадите мне мандат на полностью, так сказать, переход к капитализму во всех его самых таких рафинированных представлениях, то есть частная собственность, все свято, все остальное – милосердие, гуманность и так далее – это уже будет зависеть от какого-то большого собственника. Пожалуйста, дайте мне такой социальный заказ, и я буду вам служить. 63% граждан сказали, нет, мы за те перемены предсказуемые, которые связаны с именем Лукашенко. Вот я хотел на этом и внимание сосредоточить, что те люди, которые оказались в этом протестном списке, тоже не хотят перемен, еще раз повторюсь, в духе Донбасса. Революционных перемен. Но вместе с тем совершенно очевидно, что перемены нужны. И перемены во всех сферах, перемены позитивные, продуманные, структурированные, понятные всем. Коллеги, я хочу еще к одному аспекту. Давайте к оценкам наблюдателей перейдем. Большинство оценок положительные. Давайте вот проведем эксперимент. Я вот держу в руках газету и попрошу сейчас, Галина, вот так вот, ну, сходу прочитайте, пожалуйста, вот цитату я тут ее обвел, просто прочитайте. А потом я ее тоже прочитаю. С выражением, Галина. Ну, за выражение не отвечаю. Процесс подлику голосов был оценен адмона на 30% выборчих участков, где проводилось надзирание, что показывает назначные проблемы. Процесс суммования выника у голосования был оценен как негативный, позбавленный прозристости на 25% выборчих участков, где были надзиральники. Дякую, Верезный. Теперь я прочитаю ту же самую цитату с теми же самыми цифрами, только немножко с другого бока, да? Процесс подлику голосов был оценен позитивно. На 70% выборчих участков, где проводилось надзирание. Что показывает назначный прогресс. Процесс суммования выника у голосования был оценен как позитивный и прозристый на 75% выборчих участков, где были надзиральники. Мы прочитали одно и то же. Но как меняется смысл? Стакан или пуст, или полон. Пуст, либо полон. Но почему господ из ОБСЕ устраивает стакан наполовину пустой все-таки? Вот для них эти 30%, на которые они педалируют и охотно газета перепечатывает это. А почему они не писали так, как я прочитал? Суть одна. Геннадий, ну это драматургия выборов. Это чисто редакторская тема. Написанная редакторская тема, да. Это тоже тот самый вопрос интерпретации, можно и так оценить, и так. Но нужно понимать, что наблюдатели от ОБСЕ были заранее готовы оценить выборы самым критическим и порой тенциозным образом. Я даже с уважением к ним относясь, но думаю, что какие-то заготовки и так далее уже были здесь вместе с их приездом. Ведь идеально для Европейского Союза и для архитекторов вот этой политологии была бы ситуация, когда не избрали Александра Георгиевича Лукашенко, избрали бы любого там человека, которого никто знать не знает. Это было бы ужасно для них тоже. Мне кажется, нет. Но они этого хотят. Они этого хотят. Там ведь тоже... Мы давно, наверное, ушли уже от такого обожествления, так сказать, условного Запада. Там бюрократы похлеще тех, с которыми мы имеем дело. Там масса верхоглядов и очень много еврочиновников, которые ведут такой туристический образ жизни по заданным таким координатам и так далее. Если бы не избрали Лукашенко, были признаны любые выборы, причем с самыми высокими эпитетами. Если избрали, то, пожалуйста, вот некоторая определенная ложка дегтя. Я хочу спросить, господин профессор, вот когда это была ситуация с американскими выборами последними, Горх, кто там еще, сколько длилось выяснение отношений? По-моему, там несколько месяцев шло. По-моему, несколько месяцев шли суды и пересуды. Потому что любая система избирательная, она тоже может быть подвергнута критике. Американцы, это их право, они отдают дань традиции, они не меняют эту систему. Да, господин профессор, я к тому, что... Сотлеты, получается, что иногда побеждает тот кандидат, который получил фактически меньше. Тогда подтвердили, что Гор в общенациональном голосовании набрал больше голосов, чем... Да, но во всяком случае, во всяком случае, из этого никто на Западе не делал трагедию... Не посмел делать. Да, не посмел делать и не делал, полагая, скрывая за универсальным таким, как бы, масхалатом, что это наша традиция. У нас здесь любое что-то, какой-то там человек, который вообще выдает себя за наблюдателя, устроил скандальчик, и он пишет, что нет, ганьба, выборов на участке не было. Не позволили, но что в основном инкриминируют, что не дали участвовать в подсчете голосов, не дали на проверку там списки избирателей, ну, собственно, да, и это, мол, не соответствует каким-то международным стандартам. Вот, Виктор Геннадьевич, что за международные стандарты? Кто написал эти законы, по которым международные наблюдатели должны считать голоса? Ну, действительно, есть ряд документов в рамках ОБСЕ, и Беларусь как члена организации, она, естественно, брала на себя обязательства. Но, знаете, обязательства, они часто размыты, и они могут толковаться по-разному. И, действительно, мы смотрим на любую страну. Другое дело, что как вот эти стандарты применяются? Есть, я задавал вопрос уже... А в этих стандардах написано конкретно, что наблюдатели должны считать голоса? Конечно, нет, конечно, нет. Там, естественно, там прописаны вопросы, что они должны быть транспарентными, каждый иметь доступ, иметь. То есть, в общем, написано. Я сам участвовал несколько раз в наблюдении за выборами в других странах. Вот, поэтому имел в Албании. В Албании я, например, приехал, мы приехали в деревню, в Албанскую, такая достаточно глухая. Народ уже был в таком настроении немножко жестком. И тогда мой партнер попросил, дайте там список. Они говорят, ну, я понял, что могут сейчас... Будут бить. Возможно, даже ногами. Я уже как менее опытный наблюдатель, но, наверное... А выборы потом признали? Выборы признали. Я говорю, ладно, не хотите, все. Мы уезжаем. Мы уехали. Нормально, поблагодарили. Кстати, США во многих штатах вообще никаких не допускают. Вы знаете, дело в том, что тут вот какая есть... Тоже наблюдатели бывают разные. Наблюдатели разных уровней и так далее. Есть долгосрочные наблюдатели. Эти люди, которые приезжают уже с заказом. Они очень четко сверяют свои оценки с политической установкой. Соответственно, государств, доноров их организаций и так далее. И краткосрочные наблюдатели, вот каким я был. Краткосрочные наблюдатели, если они, естественно, видят только такой позитив, у них нет установок. Они сдают какую-то статистику наверх. И, как правило, большинство из них, они очень довольны выборами. Я не знаю, там, опять же, это нельзя посчитать. Но они довольны. Вот как я скажу, да у вас там, да нормальная музыка. Люди идут. И знают, как голосовать. Потому что в некоторых странах там неправильно, там мажут пальцы там и все. У нас, пожалуйста, расписываются. И все. То есть, но этой картины мы не видим. А мы знаем оценки вот долгосрочных политических уже. Что сейчас вообще происходит? Вот президенты России, Украины, Китая, Казахстана, другие президенты стран поздравили президента Александра Григорьевича Лукашенко с победами на выборах. Западная Европа затаилась, да? Чего они ждут? На 4 месяца, значит, санкции приостановлены. До февраля. То есть, как я понимаю, до финального документа. Мониторить там они что-то будут. Но дело в том, что были заявления, некоторые даже в таком вызывающем стиле. Штайнмайера, министр иностранных дел Германии. Действительно, они чего хотели? Первое. Чтобы не победил Лукашенко. Ну, это понятно было, что это невозможно. Все знают общественное настроение. Второе. У них очень стереотипно инерционное мышление. Они вот поверили в стереотип, что здесь проценты рисуют. Некоторые западные политики, дипломаты всерьез думали, что власть, дескать, там себе нарисует меньший процент, как они говорили. Но у них такие вот стереотипы существуют. Значит, этого, естественно, тоже не произошло. И вот этот процент, мандат доверия, который получил президент, который им с большего не нравится, но который играет абсолютно позитивную роль в регионе. И они вынуждены это признавать. И вы понимаете, для политика, которая зажат в определенные рамки, отказываться от своих стереотипов, принимать что-то новое. Вот мы говорим о переменах в нашей стране. Так перемены же происходят на международной арене. И политики западные оказались к этим переменам не готовы. Они оказались не готовы к изменению стереотипной картинки о Беларуси, которую они привыкли подавать, в том числе и своим избирателям. И им нужно сейчас переоценивать эти цели. А вот скажите, я хочу все-таки про санкции. Вот это мера. На 4 месяца, значит, отменены санкции. Это даже как-то оскорбительно звучит. Почему бы совсем их не отменить, а через 4 месяца, когда будет готово, значит, заключение основное по выборам, ну, новые санкции объявить, или упрощенные санкции, или усиленные. Что за приостановка такая? Вот, вот, какая-то опять вот какие-то поучительные эти самые. Ну, любят они поторговаться. Взаимных реакций. Что мы должны за эти 4 месяца? Признать однополые браки, отменить смертную казнь, чтобы быть хорошим? Мы говорили про то, как подается информация. Вот за 4 месяца можно просто разобрать вот эти 25 претензий и на них ответить совершенно формально по каждому пункту. И пускай люди изучают документ. Вот есть претензия, она на политическом уровне сформулирована. Нет, претензия, что стояли спиной, допустим, подсчитывали голоса. А чем они могли подсчитывать голоса, если не руками? Стоять лицом к наблюдателям, пустить к столу, значит, наблюдателя... Таким претензиям, которые дают потом какой-то временной лаг для того, чтобы сформулировать уже окончательную позицию, нужно подходить очень формально, нужно на них детально отвечать. И, как говорится, вот в этих деталях уже весь политический накал сходит. Можно, я тоже не... Дело в том, что Запад тоже страдает комплексом, но комплекс победившей страны. Поэтому, когда мы говорили, почему ваши выборы не контролируют в этих странах, он говорит, ну, вы же проиграли. Так вот, мы будем вас теперь контролировать. Но это уже было лет 15-20. В холодной войне имеется. Ну да, победители в холодной войне. Поэтому здесь вот есть такой комплекс учителей-ученика. Но я не сказал бы, что только вот эти выборы интересуются. Здесь есть спрятанный список каких-то вопросов. Мне кажется, Запад тоже будет смотреть, как Беларусь будет строить отношения с Россией. Ну, мы знаем, проблема тоже военной базы. Ну, это длинный крючок. Спрятанный список, да. Спрятанный список, да. Спрятанный список, да. Спрятанный список. Спрятанный список, да. Если говорить прямым текстом, это элемент список. Поэтому есть этот спрятанный список. Не только выборы. Выбор это всего лишь часть. А вот интересно. Ценусный подход это часть. В том, геополитические здесь интересы Запада, они проявляются. Мне нужны разъяснения, может быть, юридического даже толка. Я, как человек под санкциями, имею право эти 4 месяца разложить, допустим, на курортный сезон. Я могу их по неделе как-то выбирать? Либо это до февраля. То есть я бы хотел вот этот месяц. А можно, уважаемые европейские санкционеры, разрешите мне эти 4 месяца использовать через полгода. А сейчас не надо. Вот Вадим Францевич, он тоже под санкциями как журналист. Но он посетил столько замечательных стран. За пределами Европейского. За пределами. Я просто даже завидую. Поэтому есть много хороших стран, когда можно поехать. Не хотелось бы здесь видеть такого холодного деляческого отношения под разговоры о основных правах и ценностях. Нет, я имею в виду оппонируя нашим коллегам с Евросоюза, которые накладывали санкции с подачи тут минских, так сказать, гуманистов больших и так далее. Ну, вот это делячество под фанфары, так сказать, этих разговоров о ценностях, о праве людей на пересечение границ, на свободное перемещение, на свободу прессы и так далее, и так далее, и так далее. Ведь когда нужно что-то сделать, все это в сторону откладывается, под два ключа там в сейфы запирается, и предъявляются совершенно торгашеские условия. Вот вы сделаете так, а мы вам конфетку дадим. А вы сделаете так, а мы посмотрим. Важный момент. Вот это меня очень не устраивает. Это наше обсуждение, когда мы так эмоционально, вот санкции, как мы, их очень радует. Понимаете, они вот смотрят сейчас и думают, ну, за дело все-таки, да. На самом деле не надо доставлять такую радость, потому что, ну, как, я специально, например, сначала подал иск в Европейский суд, а затем, чтобы не доставлять такой радости, этот процесс не стал развивать. Ну, ввели вы санкции, ввели. Да, в конце концов, все санкции отменяются. В конце концов, любая страна, санкционеры или там группа стран начинают потом лепетать о том, что да, тут наши предшественники не продумали. Вот вам примеры с Кубой, ну, это очень жесткий пример, там, чуть четверть века и так далее. Ну, четыре месяца они будут смотреть, ну, пусть смотрят. Просто эти люди, устроители всех этих санкций и подобных тому мер, ну, как бы, подрывают уважение не только к ним, к самим, но и к институтам, которые они защищают. Потому что прекраснодушная, хорошая, в действительности, западноевропейская, так сказать, модели в духовной сфере, в материальной сфере, но эти люди их просто компрометируют. Нобелевскую премию по литературе получила Светлана Алексеевича. Ну, первый гражданин Беларуси, на самом деле, удостоенный столь высокой премии, значит. Я посмотрел на реакцию литераторов, критиков, знаете, она неоднозначная. Одни ее поздравляют и гордятся, другие называют Алексеевич не белорусским, а советским писателем. В России ее критикуют за антироссийскость. Ну, в общем, когда, допустим, Нобелевскую премию присуждают в области физики, скажем, да, то понятно, за какие достижения. Но когда в литературе весьма субъективно все, за что дали премию Алексеевича? Ей дали за творчество, которым она занимается уже с 80-х годов. Мы знаем эту историю. Я помню свою диссертацию еще докторской 20 лет назад. Ну, у нее были серьезные конкуренты. И ее творчество победило. Ее творчество победило, потому что действительно, она была наиболее продаваемой, ее книги продавались, печатали, тиражи огромные. Стопа Мураками, который был конкурентом, еще большие тиражи. Вот. В больших странах мира. После... Мураками не критиковал Путина. После Василия Быкова, вот она наиболее известная писатель. Но Быкову не дали. А Быкову не дали. Понятно, что это тоже определенная удача. Но Нобеля по литературе получали немногие, кто пишет на русском языке. Бунин, Пастернак, Шолохов, Сложеницын, Бродский. Теперь Алексеевич. Вот только Шолохов в этом смысле белая ворона, потому что он как раз был с властью. Остальные все имели какие-то протестные взаимоотношения с властью. Это премия за литературу или все-таки за что-то другое? Мы рады, что гражданин Беларуси получил эту премию. Мое мнение, что за литературу и президент поздравил Светлану Алексеевичу, и Министерство иностранных дел поздравили. Хотя там понятно, что всегда и в каждом писателе есть где-то и публицист, и гражданин. Тут уже на эту тему можно долго рассуждать. Ну ладно. Геннадий, мне хочется сказать вот что. На предыдущем заседании Клуба Редактора у нас такое довольно... Мы как бы получилось, что предвидели... Да, предвидели, да, я помню. Предвидели это. Но если кратко впечатление изложить. Во-первых, Алексеевич провела гигантскую такую работу организационную. Она познакомилась с очень важными и резонансными в этом смысле людьми, чего не хватило, например, и Быкову, и Григорию Бородулину. Она очень многое сделала для того, чтобы ее книги были переведены на целый ряд европейских языков и стали там резонансными книгами. Чего тоже никто из белорусских значительных писателей, может быть, в художественном смысле и более значительных, Светлана Александровна не обидится. Вообще, ну, все это дало как бы позитивный результат, потому что в Белоруссии Светлану знают гораздо меньше, чем, например, в Германии, в скандинавских странах и так далее. Но говорить только о том, что это политизированное решение, хотя говорить об этом приходится, нужно, и Светлана это не отрицает и сама, вот по ее, так сказать. Но это не клише, не приговор, не компрометация, что это политизированное решение. Нет, это решение. Но, вообще говоря, будет неправильно, если только эти координаты как бы применить в оценке произошедшего. Потому что я считаю, что Светлана, корни ее литературные идут от Льва Толстого севастопольскими рассказами и целого ряда крупных очень авторов, действовавших на сознание, на общественное мнение. Нет, но она, безусловно, очень талантливая публицистка. Она продолжатель этого процесса. Поэтому, когда она очень внятно сказала, что мой учитель – это Адамович, а Адамович, безусловно, великий писатель, и мой учитель – Быков, то это свидетельствует о том, что она продолжатель определенных традиций, что тоже является правдой во всей этой истории. Что же касается вот этого вот подзаборного такого лая, что вот, поскольку Алексеевич дали премию, то это говорит о том, что белорусская литература, так сказать, закончилась, что ее награждение – это унижение белорусской литературы. Это эти и подобные аргументы, но это часть вот этой вот дискуссии, очень некрасивая часть. Я думаю, что действительно… Теперь 10 лет забудутся, но Беларусь, но Бельнаш будут громы. Да, нужно поздравить Алексеевичу, что уже сделано, и каждый может это далее сделать. Будем надеяться, что ее книги станут в Беларуси разбираться в магазинах, их почитает много людей. И ничего плохого… На школьной программе она, кстати, будет преподаваться на уроках русской литературы. Ну, потому что напишет на русском. Но в Беларуси русский язык родной и государственный. Можно я выступлю в качестве цензора времен Советского Союза, да, держа в руках замечательную газету «Комсомольское право»? Неперспективный путь. Нет, ну, тем не менее, подставляюсь, конечно. Вот смотрите, комсомолка, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. Теперь я не буду думать, где взять деньги, чтобы спокойно писать. Знаете, как переводится этот заголовок? Белорусским писателям живут в нищете белорусские писатели. Вторую страницу открываем. Придется ли Светлане Алексеевич заплатить подоходный налог с Нобелевской премией? Ответ. Ну, переводится как. А государство их еще и обдирает. За миллион долларов куплю свободу. То есть, находятся в неволе. Да, просто по заголовкам, Галина, в вашем издании... Геннадий, ну это же не литературная газета. Если хотеть увидеть про Молу, то, конечно, ее можно увидеть. Это будет как вот здесь. Если поставить себе в качестве... Ну, вызывают именно такие эмоции. А на самом деле, от имени Клуба редакторов хотелось бы поздравить всех почитателей. Это его талантливого писателя, безусловно. Мы должны гордиться и будем гордиться, что Светлана Алексеевич есть. Более того, это писатель, который болевые точки современности просто, ну, чуть не сказал, еще расцарапывает и делает больнее. Но, видимо, эта боль должна быть, чтобы она не повторилась. Чеховская задача. Мы не врачим и боль. Коллеги, на этом заседание нашего клуба закончено. Спасибо всем за интересную и содержательную беседу. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание. Встретимся через неделю и обсудим те события, которые нам подарит жизнь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok